На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Капитальный ремонт стал поводом для общего собрания жильцов 16-го дома в поселке Совхоза имени Ленина. Мы решили этим собранием закрыть нас на много-много лет вперед эти вопросы. С 16 сентября в Видновской районной клинической больнице можно пройти повторную вакцинацию препаратом «Спутник Лайт». Мы организуем ежедневную вакцинацию в трех наших стационарных пунктах вакцинации. В кинотеатре «Искра» в октябре начнет свою работу театральная мастерская для людей старшего поколения. Приглашаем всех от 55 плюс до 65 плюс. Депутат Ленинского городского округа Мария Гаевская вместе с представителем Совета поселка Совхоза имени Ленина Александрой Рахмановой провели собрание жильцов дома номер 16. На встрече обсудили, какие работы следует включить в список капитального ремонта. Построенное в конце 80-х прошлого века здание уже давно требует капитального ремонта. Это не первая встреча, которую проводит с жильцами депутат Мария Гаевская. На прошлой приняли решение, что необходимо сформировать все пожелания по ремонту здания в единый документ. Мы решили этим собранием закрыть нас на много-много лет вперед эти вопросы, чтобы больше нам не собирать такие собрания и не делать это в влажную волокиту. Мы включили по максимуму все вопросы, которые нам могут понадобиться в ближайшие лет 15. Теперь за составленный список работ необходимо проголосовать, а затем направить в администрацию округа и областной фонд капитального ремонта. Своё волеизъявление можно сделать как на сайте госуслуг, так и по старинке с использованием бумажного носителя. В подъездах есть сообщение о проведении собрания, там есть QR-код. Кто пользуется этой историей, можно отсканировать QR-код, скачать приложение, зарегистрироваться и там проголосовать. У кого нет такой возможности, есть в бумажном виде. Саша, как инициатор собрания, будет принимать эти бланки и подгружать уже в эту систему. В первую очередь жители хотят, чтобы провели утепление фасада и его облицовку. Далее установить двери общего пользования на этажах, провести ремонтные работы фундамента и кровли. Для принятия данного плана требуется одобрение двух третей собственников жилья. В Ленинском городском округе на данный момент от COVID-19 привились 60% населения. Теперь вакцинация станет рутинной. Делать прививки от коронавируса жители будут в плановом режиме. Так, с 16 сентября в Видновской районной клинической больнице можно пройти повторную вакцинацию препаратом «Спутник Лайт». Мы организуем ежедневную вакцинацию в трех наших стационарных пунктах вакцинации. Это и в Асрусской поликлинике, в Молоково и в Дрожжино, Южной поликлинике, которая находится сейчас в амбулатории Дрожжино. Прививка показана тем, кто уже переболел коронавирусом или вакцинировался полгода назад. Препарат «Спутник Лайт» вводится однократно. Аналогично первому компоненту «Спутника Гамма-Ковид-Вак» вакцине. Там же такой же сиротип 26, на который наложен белок коронавируса. Вакцинация «Спутником Лайт» проводится для того, чтобы усилить иммунный ответ, чтобы побольше образовался антител. Записаться на повторную вакцинацию можно через единый колл-центр ВРКБ по номеру 8-495-541-4001 или через лечащих врачей. На данный момент «Спутником Лайт» привились более 270 жителей муниципалитета. 17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов. Сегодня у нас в студии заместитель главного врача по амбуладорно-поликлинической сети Видновской районной клинической больницы Елена Зинатулина. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за день и в честь чего его учредили? Этот день, который учредили даже международным днем, буквально недавно, в 2019 году, на Всемирной ассамблее по здравоохранению в мае было принято в Всемирной организации здравоохранения документы, резолюция по глобальным действиям по оказанию медицинской помощи и безопасности пациентов. И объявили 17 сентября Всемирным днем безопасности пациентов. Что же это такое? Это, значит, вообще принцип, цель, задачи этой резолюции. Это максимально информировать и оповещать население о безопасности оказания медицинской помощи и в то же время и информировать медицинских работников по недопущению врачебных ошибок при оказании медицинской помощи. К сожалению, в мире, особенно по статистике Всемирной организации здравоохранения, в странах мира, где низкий уровень дохода, оказывают медицинские работники около 134 миллиона врачебных ошибок при оказании медицинской помощи. Это ошибки и при назначении лекарственной терапии, то есть это и ошибки врачебные при оказании каких-то манипуляций, в хирургических вмешательствах, при переливании крови, при лечении таких тяжелых заболеваний, там как сепсис, ну, в общем-то, различных манипуляциях, которые приводят каким-то, наносятся вред пациенту или же даже появляются осложнения у пациента. Так вот, эта резолюция была принята для того, чтобы не допустить эти врачебные ошибки. Значит, в этом году, именно 21-й год, Всемирная организация здравоохранения этот день обозначила как Всемирный день безопасности пациентам по оказанию медицинской помощи матерям и новорожденным детям. Вот как бы у нас обязательно у медиков есть соблюдение этики и диантологии, и одним из принципов этики – это не навреди. То есть ты оказываешь медицинскую помощь, но самое главное – не допусти, чтобы какую-то допустить ошибку в оказании медицинской помощи, а самое главное – чтобы никаких не было последствий. Ну, как… А какие-то мероприятия конкретные проводятся в связи с этим? Да, да. То есть в чем они заключаются? В этом году, лично в этом году, значит, мероприятие будет проводиться, во-первых, Всероссийская Олимпиада среди медицинских работников по безопасности пациентов. Проводится для проведения, когда медицинские работники будут участвовать в этой Олимпиаде, и будет проверяться уровень знаний по, значит, как они знают, вообще по качеству недопущения этих врачебных ошибок. Дальше будет проводиться интерактивный опрос среди пациентов и среди также медицинских работников, чтобы понять, насколько пациенты тоже осведомлены, что такое безопасность пациентов и что такое бред здоровью. Все это, как бы, у нас размещено на сайтах нашего Минздрава Российской Федерации, эти мероприятия по безопасности пациентов, где могут также наши, значит, пациенты тоже зайти и посмотреть, и пройти тоже этот интерактивный опрос, зарегистрироваться и пройти. Вот. Ну, касающиеся именно по материам и новорожденным, почему это было также принято, потому что даже до пандемии у нас умирало, опять же, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, около 810 женщин и почти более 6000 именно уже новорожденных, а уж мертворожденных там вообще очень много по миру. И поэтому в период пандемии особенно затруднительно было, как бы, оказывать медицинскую помощь в период ковида этим матерям и новорожденным, и поэтому, чтобы были достойные и безопасные роды, вот в этом году объявили этот Всемирный День Безопасности пациентам именно для матерей и новорожденных детей, чтобы роды проходили качественно, чтобы не было ошибок никаких, чтобы, значит, беременные в период пандемии получали квалифицированную медицинскую помощь, своевременную помощь. Если нужна госпитализация, то, значит, чтобы акушер-гинекологы своевременно госпитализировали, чтобы максимально снизить риски, значит, для плода, чтобы он родился потом здоровым новорожденным, потому что это наше будущее поколение. Поэтому вот такой вот в этом году вот был объявлен День для Всемирного День Безопасности пациента. Ну, насколько я знаю, что благодаря, опять же, уровню специалистов, которые работают и в нашем перинатальном центре, и в РКБ, которые работают непосредственно с новорожденными, у нас как бы статистика не сильно печальная, несмотря на то, что обслуживаем мы, в общем, перинатальный центр, я имею в виду, обслуживают и, по сути дела, и Москву, и Московскую область. Да, перинатальный центр у нас – это достаточно высокоспециализированное учреждение, это учреждение третьего уровня оказания медицинской помощи, которое действительно оказывает медицинскую помощь не только жителям нашего Ленинского городского округа, но и Московской области, и близлежащих районах. И мы знаем прекрасно, что они выхаживают очень маленьких детишек, недоношенных детишек, с маленьким весом, с низкой массой тела, и после этого вырастают прекрасные малыши, так скажем, здоровые, с нормальным уровнем физического, нервно-психического развития. Поэтому это очень даже достойный, всегда почитаемый роддом, да, оперинатальный центр. И мы очень рады, что у нас в нашем округе такое есть уровень, такое учреждение, медицинская организация такого высокого уровня. Ну что ж, спасибо, что рассказали нам про такой, я думаю, мало кто знал, что существует такой интересный день. Спасибо, что рассказали об уровне работы наших специалистов в Ленинском городском округе. А я напомню, что у нас в гостях была заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Винновской районной клинической больницы Елена Зинатулина. К другим новостям. И снова в Видное приехала ярмарка. Всю неделю у кинотеатра «Искра» можно будет приобрести качественные товары по выгодным ценам. Как всегда, прилавки ломятся от изобилия овощей, мясной и кисломолочной продукции. Есть здесь и зимняя одежда. Видновчане активно утепляются. Что еще можно приобрести на ярмарке, узнала Юлия Погосян. Организаторы ярмарок видновчан избаловали. Люди уже привыкли, что есть место, где можно купить качественные фермерские продукты или стильную одежду, не выезжая за пределы города. Удобное расположение торговых рядов также играет важную роль. В дни проведения ярмарки у кинотеатра «Искра» особенно людно. Мы всем довольны. И качеством, и сертибеетцам, и пеет. Ну, все хорошее у них. Мы у них все время покупаем все. Сегодня зачем пришли? Закрутки делать будем. И здесь действительно есть все, что душе угодно. От овощей нового урожая прилавки просто ломятся. Фрукты, ягоды, отбуйство красок, разбегаются глаза. Сезонные у нас идут уже цветная капуста, романеска, фенхель корневой, перцы супер острые, обалденно острые. И что, берут такие острые? Очень берут, очень хорошо. На аджику. Если вот этот обычный гномик, добавлять его, надо будет полкило, допустим, аджику сделан. А вот эти острые перцы, их надо 5-6 штук всего лишь. Рядом развалы со сладостями, сухофруктами, огромные прилавки с домашней кисломолочной продукцией, свежим мясом, рыбой. Отдельного внимания заслуживают колбасы, сало, сыры. Большой ажиотаж у палатки с аксессуарами для кухни. Здесь и чайники, и ножи, и новомодные гаджеты для упрощения процесса готовки. Очень нравится здесь работать. Хорошие люди, хорошие покупатели. Довольны очень, очень довольны. Что за ассортимент? Мы видим, что у вас большой ажиотаж. Огромный ассортимент. Есть хорошие ножи, хорошие овощи чистки, рыбочистки, кухонные ножницы, перцемолки, машинки для сбора катышек на одежде, закаточные машинки для консервации. В общем, идет 850 номинований хорошей качественной продукции. В этот раз на ярмарке широко представлен зимний ассортимент. Куртки, пуховики, пальто, перчатки, шапки, уцепленные штаны и кофты. Как делятся покупатели, цены на все весьма приемлемые. Большой размерный ряд качественной материалы. На коленнике приобрела. Да, нормально. Надо уже готовиться к зиме. Вот я уже иду в покупки. Купила и одела. Очень хорошая вещь. Хорошая. И вообще есть что купить. Нравится. Цены как? Тоже приемлемые. Спасибо, что приезжают. И таких покупателей немало. Многие приходят сюда именно за верхней одеждой. Ведь представлены модели на любой вкус. При необходимости продавцы даже готовы на заказ привезти нужный размер. У нас представлены куртки больших и маленьких размеров. Отечественное производство из импортных тканей, импортные наполнители. Есть и осень, и зима. Есть и длинные модели, и короткие. Приходите, будем рады. В этот раз ярмарка у кинотеатра «Искра» будет работать целую неделю. С понедельника до воскресенья включительно. Юлия Погасян, Александр Логинов, Елена Кошелева. ВиднетВ. Социальные сети сегодня дарят нам большое количество интернет-персонажей, за которыми наблюдают миллионы фолловеров. Вдохновившись, читатели нередко запускают собственный блог. С чего начинается путь к успеху и в чем же секрет популярности, рассказали на занятии клуба блогеров в Центральной библиотеке. Благодаря новым технологиям сегодня прославиться может практически каждый. И если раньше стартовой площадкой для блогеров служил Ютуб, то сегодня особым интересом у людей пользуется Инстаграм. Очередное занятие клуба блогеров в Центральной библиотеке было посвящено введению на этой площадке прямых эфиров. Прямые эфиры в Инстаграм стали неотъемлемой частью и продвижения, и вообще активности, деятельности на своей страничке. Я вот вас хочу спросить, проводили ли вы когда-либо прямые эфиры? В российском Инстаграме эта функция начала работать около четырех лет назад. Однако большинство участников встречи ни разу ее не использовали. И действительно, к прямым эфирам нужна особая подготовка. Красивый внешний вид, общий сценарий онлайн-встречи с подписчиками и ее анонсы. В период карантина мы все общались в интернете. И, конечно же, освоить и правильно наладить эту систему было очень важно. Поэтому уметь нужно. Уже, конечно, право каждого в интернете проводить время, либо лично встречаться, с кем-то общаться. Но уметь и владеть этим тоже важно. У клуба нет возрастных ограничений. Его спикеры замечают, главное здесь – желание развиваться. Писатель Виктор Гришаев присоединился к занятиям два месяца назад, чтобы узнать, как продвигать в интернете свои произведения. Успехам член клуба искренне рад. Нашему поколению сложнее вникать во все эти новые технологии. Поэтому, конечно, мне многое что-то дало. Например, у меня уже по статистике, вот как я только выкладку сделаю, статистики у меня сразу же в день отправлю, этот самолетик. У меня в рождении где-то больше ста просмотров. Уметь преподнести себя в интернете сегодня не менее важно, чем в реальной жизни. Как грамотно это сделать, рассказывают в клубе блогеров. Следующее занятие в Центральной библиотеке состоится 28 сентября в 12.00. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого. Для участников проекта «Активное долголетие» открывается новое направление. В кинотеатре «Искра» уже в октябре начнет свою работу театральная мастерская для людей старшего поколения. Подробнее о том, как будут проходить занятия по актерскому мастерству, расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. Совсем скоро в «Видном» заработает новое направление в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». На сцене кинотеатра «Искра» откроется театральная мастерская для старшего поколения. Преподавать актерское мастерство будет руководитель театральной студии Досугого центра «Юность» поселка Петровская Светлана Синицына. Приглашаем всех от 55 плюс до 65 плюс, то есть от 60 и после 60. Всех к нам сюда, кто когда-то, может быть, хотел заниматься сценическим искусством, перевоплощением. Может быть, кто-то хотел бы научиться просто быть на сцене, работать со сцены. Театральная студия в Петровском существует уже более двух лет. Ее участники – люди разных возрастов и профессий. Стоит отметить, что каждая репетиция коллектива начинается со специальных актерских тренингов. «К нам приезжала актриса из Санкт-Петербурга, проводила актерские тренинги. Ну, в основном я, конечно, провожу их». Проводят занятия для начинающих актеров и участники студии. Юлия Пчелинцева обучается в школе кино и телевидения «Останкино», а на репетициях передает свои знания коллегам. «Интересно, как это берет человек, которому совершенно не нужно в рамках своей профессиональной деятельности заниматься ораторскими какими-то публичными выступлениями. И смотреть, как люди раскрепощаются, и как они тебе доверяют, и как они становятся все открытие, все, наверное, правильнее сказать, искреннее на сцене – это вот стоит дорогого. Это самое сложное, и это самый, наверное, большой результат от этой работы». В мае коллектив принял участие в Международном молодежном театральном фестивале, который проходил в Лобне. «Мы поставили спектакль за это время. Готовили мы его к 75-летию победы по рассказу Васильева, Бориса Васильева, ветеран. Назвали мы его «Просто Аля». Мне дали роль в спектакле «Просто Аля». Я играл лейтенанта Красной Армии, и как-то это все получалось быстро. То есть мне приходилось быстрее включаться в процесс. Но вот благодаря Светлане Леонидовне, ее наставничеству, у меня что-то получилось». На фестивале две актрисы театра получили дипломы за яркое исполнение своих ролей. Также коллектив был награжден и за лучшее сценографическое решение. Победа в такой номинации говорит о том, что мы смогли сценографией создать образ спектакля, донести тему, идею. Ну, конечно, помогло световое решение, потому что у нас очень спектакль насыщенный светом, такой специальный постановочный свет. Много пластических сцен, без слов, что, собственно говоря, очень повлияло на сценографию. Напоминаем, что уроки актерского мастерства начнутся уже в октябре. На занятиях участники проекта «Активное долголетие» смогут погрузиться в атмосферу классического театрального вуза, освоить навыки сценической речи, научиться раскрепощаться перед зрителями и, самое интересное, играть в настоящих спектаклях. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.